Ровно 43 года назад актер Ричард Бартон подарил Элизабет Тейлор кольцо с одним из самых крупных в мире бриллиантов. Именно это кольцо греческий миллиардер Аристотель Анасис хотел купить для Жаклин Кеннеди, но спасал перед ценой в 1 миллион долларов. Украшение вошло в историю под именем Бартон Тейлор. Кстати, Элизабет выходила замуж за Ричарда два раза, видимо, в качестве особой благодарности. Бартон и Тейлор познакомились на съемках фильма Клеопатра, прототипы героев которого также оставили след в истории невиданной щедрости. Антоний преподнес Клеопатре самую крупную на тот момент жемчужину на дне бокала вина, и этот подарок до сих пор считается самым изысканным в мире. Великие короли прошлого тоже были щедры на подарки. Король Франции Людовик XIV, прозванный Король Солнца, подарил своей, причем нелюбимой жене, Соболиной Монто, длиной полтора километра. И все для того, чтобы королева могла с утра спокойно прогуляться до беседки в саду, не утруждая себя обуванием. Еще один знаменитый супружеский подарок с бриллиантами для голливудской звезды – это платиновое колье, которое подарил Мерлин Монро ее второй муж Джо Димаджио. Увы, колье Вечности, декорированное 35 бриллиантами, не принесло счастья супругам. Они развелись через 9 месяцев после свадьбы. Джо был единственным из мужчин Монро, провожавшим ее в последний путь. Он же на протяжении 20 лет приносил на могилу Мерлин букеты из красных роз. Самый дорогой нерукотворный подарок – остров Скорпионов, приобретенный Аристотелем Анасисом, тем самым нерешившимся на бриллиант. Аристотель подарил мечту своего детства размеров в 500 акров своей возлюбленной Жаклин Кеннеди. Их свадьба состоялась на этом же острове. Но самым дорогим подарком в истории остается знаменитый на весь мир мавзолей Тадж-Махал. Этот архитектурный шедевр был подарен индийским шахам Джиханам своей любимой жене. Правда, посмертно. Когда любимая женщина шаха скончалась во время родов 14-го ребенка, неутешный правитель запечатлел свою любовь в камне. Архитектурный ансамбль словно рождается каждый день на рассвете и умирает с заходом солнца. Даже суровые завоеватели персы, разрушившие Дели, были настолько очарованы сказкой, застывшей в камне, что не посмели приблизиться к усыпальнице. Редактор субтитров А.Семкин